Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня в нашем выпуске мы будем рассматривать очень важную тему. А это какие флаги, под какими флагами лодки ходят, почему регистрация проходит именно таким образом, почему оформляются лодки под иностранный реестр, кто имеет право ходить на каких лодках и под каким флагом. Давайте эту тему сейчас рассмотрим с вами более детально. Погнали! Давайте рассмотрим постановку лодки в зависимости от вашего гражданства. То есть у нас есть три варианта. Первое, вы являетесь гражданином, например, Евросоюза. Второй вариант. У вас только локальный паспорт Украина, Россия, Беларусь и других стран, которые находятся рядом. И есть вариант, когда есть двойное гражданство. Ну, мы сейчас берем, скажем, бипатриальные возможности. Мы сейчас рассматриваем только то гражданство, только той страны, которая имеет право на бипатриацию. То есть официально двойное гражданство законно. То есть варианты, когда оно там есть, или что мы сейчас рассматривать, не будем только по причине того, что мы сейлим исключительно according to the law. То есть все в рамках закона. Поэтому все варианты, которые мы с вами рассматриваем на нашем канале, это исключительно законные варианты. Если кто-то хочет нарушать закон, это его личное право, личная ответственность. Я здесь никакие консультации вести не буду, потому что, еще раз повторюсь, мы делаем все исключительно законодательно. Итак, кто имеет право ходить на каких лодках? Если у вас паспорт исключительно Евросоюза, вы имеете право ходить на лодке исключительно под флагом ЕС. Если вы будете ходить под флагом другого государства, то в данном случае включается автоматический вариант, неуплаты налогов и прочее, прочее, согласно законодательству ЕС. Поэтому гражданство ЕС у капитана, это значит, что лодка должна быть под флагом ЕС. Если у вас двойное гражданство, вы можете быть под флагом банановых республик, находясь на лодке, но тогда, находясь в территориальных водах Евросоюза, вы можете согласно своего текущего паспорта, исключительно по датам, которые прописаны в иммиграционном законодательстве. То есть, если это украинский паспорт, то это 90 дней из 180. Даже если у вас есть европейский документ, вы по нему заехали, соответственно, вы уже находитесь в ЕС по законодательству Евросоюза. То есть, соответственно, вы должны находиться только на лодке под флагом ЕС. Это, в принципе, никто не проверяет, но в случае, если проверят, будут очень большие проблемы вплоть до этого дела. Итак, рассматриваем дальше вариант. У вас биометрический паспорт, либо же у вас есть шенген-виза. То есть, вы находитесь на территории Евросоюза определенное количество времени в году согласно визы, согласно термина, который описан в вашем документе. Итак, вы можете управлять абсолютно любой лодкой под абсолютно любым флагом. В ЕС есть закон такой, что вы можете находиться на территории Евросоюза, ваша лодка может находиться на территории Евросоюза 18 месяцев. После этого нужно выйти из Евросоюза и, согласно официальных документов, вы должны находиться, по-моему, 6 месяцев где-то в другом месте и потом зайти обратно. Но есть один маленький момент. В Евросоюзе, когда вы заходите в территориальные воды ЕС, вы получаете только штампик в паспорт. И в этом случае у вас нету никаких других доказательств того, что вы находитесь на территории Евросоюза лодкой. То есть, лодка может быть зайти раньше, может быть зайти позже. Никаких оформлений таможенных на лодку не происходит. Поэтому они смотрят, скажем, термины, сколько лодка находится, могут смотреть в теории, хотя этого никто не делает никогда, проверяют только паспорта на наличие штампика, на наличие визы и возможности вас официально находиться в территориальных водах ЕС. Скажем, если вы оставляете лодку там в бот-ярде, она у вас стоит 3 года, то, соответственно, документы, которые выписывает бот-ярд на вашу стоянку, они будут являться доказательством того, что лодка превысила термин нахождения в ЕС. И тогда придется заплатить НДС. Ну, это уже другая история оформления НДС в Европе. И имеете ли вы право, как гражданское лицо вы не имеете права, насколько я знаю, вам нужно оформлять компанию и на компанию уже оформлять лодку. Но это уже совершенно другая история, вы в этом уже будете разбираться сами. Есть регистраторы, есть реестры, вы уже смотрите, что, где и как. А сейчас мы рассматриваем только юридическую составляющую, что можно и как можно. Далее. Оформление лодки под флаг Украины, России, других стран. Если вы покупаете лодку, скажем, во Франции, она, если вы покупаете бушную лодку, она стоит под флагом Евросоюза. Этот флаг, скорее всего, у вас сохранить не получится, либо же вы там будете искать какой-то датский реестр или какой-то еще. А шведский, по-моему, позволяет. Но вам не получится сохранить флаг, потому что при продаже, при перерегистрации лодки, вам придется опять с этим каким-то образом что-то делать. Но так как вы не являетесь гражданином ЕС, то, соответственно, НДС с лодки и постановку под флаг, тут уже начинаются какие-то непонятные истории. Если вы гражданин ЕС, конечно, не проблема, просто оформили и все. А если у вас другой флаг, тут наверняка так просто все не получится. Итак, возвращаемся к постановке лодки под там реестры ГИМСа, там под украинский флаг, под российский флаг, под любой флаг. Если вы купили лодку в абсолютно любой стране, вы можете ею пользоваться согласно законодательству того региона, в котором вы находитесь. Если вы хотите ходить по внутренним вводам, то при пересечении объекта собственности границы, это значит автоматически вы должны оплатить НДС. То есть, как только лодка переезжает границу, все, сразу вы попадаете на оформление. Если вы планируете ходить по внутренним вводам, тогда, конечно, имеет смысл ставить флаг, ставить лодку под флаг той страны, в которой вы живете, и пользоваться преимуществами нахождения на лодке у себя там на родине. Но если вы не планируете ходить в акватории вашей родины, тогда я не вижу смысла вообще платить, скажем, НДС, потому что лодка не пересекает границу, не пересекает территориальных вод той страны, в которой вы находитесь. Поэтому вы можете ставить лодку под любой реестр, под tax-free флаги, то есть без уплаты налогов в той стране, в которой вы хотите получить флаг. Скажем, много там Панама, Каймановые острова, Доминика, очень много стран, которые позволяют избегать НДС, то есть у них там морской реестр, нету НДС вообще как такового. Поэтому все, что вы делаете, вы оформляете лодку исключительно по цене оформления документов и оформления юридической части постановки под реестр той страны. Поэтому очень много людей, которые покупают, скажем, дорогие лодки и ставят их под флаг Панамы, и ходят себе совершенно спокойно, просто не заходя в территориальные воды той страны, в которой они находятся. Но есть здесь в этом законе небольшая лазейка. Если лодка оформлена непосредственно на вас, тогда вы получаете весь набор геморроя, который я вам озвучил. Ежели вы открываете в Панаме компанию, и эта компания является владельцем судна, компания выписывает доверенность на управление, скажем, вам, вы не обязаны предоставлять учредительные документы, скажем, компании. Есть компания, есть свидетельство о владении лодки, есть доверенность на управление, все. С этими документами вы можете ходить во внутренние воды, но вы же знаете, страны являются не самыми спокойными с точки зрения соблюдения законодательства, и законы трактуются исключительно по настроению чиновников. Поэтому я лично для себя этот геморрой даже не хочу знать, и я даже не хочу думать о том, что я буду ходить вот именно в этих регионах со всем вот этим вот набором, блин, кошмара, который появляется при пересечении границы. Это не мое, я предпочитаю находиться вот в таких вот акваториях, поэтому для себя не рассматриваю вообще, даже в теории нахождения, скажем, на своей родине. Мне это неинтересно, мне неинтересна акватория, я там ходить не собираюсь. Поэтому моя лодка пересекать границу Украины не будет, потому что мне там делать с точки зрения яхтинга нечего, потому что мне как минимум это неинтересно. Итак, давайте подрезюмируем. Если вы планируете ходить по всему миру, то вам совершенно не имеет значения, какой флаг у вас будет стоять на лодке. Ну что, давайте теперь будем развеивать мифы. Есть такое поверье, что есть флаги, которые крутые, есть флаги, которые не крутые. Если это флаги с попугаями, то их проверяют. Если это флаги американские, то им везде зеленая дорога. Это абсолютная чепуха. Флаг не говорит совершенно ни о чем. Это исключительно просто часть территории государства, которая передвигается. Абсолютно нет никакой приоритетности у британского флага перед флагом Сьерра-Леоны. Никто вообще никогда не задает вопросов. Вы просто заполняете таможенные формуляры и все. Их просто подкалывают в папочку и вы прошли оформление. Никто не интересуется, какой флаг, какой там порт приписки. Это просто вы заполняете. Де юре, документы и сдали. Вообще всем абсолютно в этом плане все равно. Теперь давайте я вам расскажу немножечко про общие принципы оформления лодки при прохождении границ. То есть есть здесь несколько вариантов. Есть страны, у которых очень жесткая регламентация того, что вы должны сделать при прохождении границы. Но скажем, в таких странах обычно у вас вариантов особых нет. Самые, наверное, жесткие страны это Израиль. То есть за 50 миль до берега порт из Хайфы начинает пытаться с вами связаться. Вы отвечаете, естественно, на такой дистанции. Вас не слышно и вы только слышите, потому что у них очень мощный. Прямо в Грецию лупит этот передатчик и вы услышите прямо на греческих островах. Вот. И они пытаются связаться. Где-то за 15 миль вы уже связываетесь. И при прохождении территориальных вод, когда остается там 12 миль, к вам подлетает катер береговой охраны. Они там делают ревизию. При этом вы по радио уже продиктовали все данные паспортов. Они просят всем выйти на палубу. Видимо, сверяют эти данные. Потом вы приходите на оформление. Вы ставите лодку на карантин. Приходят люди, проверяют документы, что у вас там нет наркотиков, оружия, там еще чего-то. И после всех проверок вам ставят печать в паспорт и дают кастом клиренс. То есть, я не помню, по-моему, в Израиле нет оформления карантина. Но, тем не менее, это такая длительная процедура. Если вы оформляетесь в Соединенных Штатах Америки, в принципе, очень схожая процедура. Единственное, что, конечно, катер береговой охраны к вам не приезжает. Вы по радио связываетесь, диктуете все данные. Иногда там чуть ли не адрес прописки. И после этого вы приходите на оформление. Но обычно очень редко приходят, проверяют вашу лодку. Только на USVI, это United States Version Alliance. Там мне приходили с собакой, проверяли, нет ли у меня чего-то запрещенного. Но, в принципе, обычно просто все диктуешь. А потом идешь пешком, уже поставив лодку в марине, и уже оформляешься. Штампики, там, сканы пальцев, там, ну, уже обычное оформление, такое же, как в аэропорту. Там большой разницы нет. Единственное, что на лодку, там, просто тоже заполняется небольшая бумажка, и все, вы оформлены. Но в Штатах после оформления прихода вы должны оформляться в каждом порту. Вход-выход, вход-выход, вход-выход. Поэтому я в Штатах яхтить вообще терпеть не могу. Но общее правило, оно такое. То есть вы вывешиваете желтый флаг. Желтый флаг, Q, карантин, обозначает, что прошу предоставить мне, типа, я, как я, карантин, короче, по-английски знаю, как сейчас по-русски попробую сформулировать. То, что мне, что я, как карантин чист. И у меня нет проблем, прошу предоставить мне свободный проход. Это означает желтый флажок. Это желтый флажок не означает ни прохождение, там, кастома, ни, пожалуйста, там, я не оформлен иммиграционно. Это только карантин на лодке. Никто не умер, никто не болен, там, и прочее, прочее. Поэтому в странах, в которых приходит карантинный офицер, он обычно просто заполняет бумажку и говорит, все, здоровый, но снимите прямо сейчас флаг. Вы снимаете флаг и потом уже идете в оформление иммиграции и таможни. И вот эти обычно три службы, это все, что вам необходимо пройти. То есть, первое, карантин, если он есть, если его нет. Второе, иммиграция. И третье, кастом клиренс. Кастом это таможня. При выходе вы обычно делаете все в обратной последовательности, но уже без прохождения карантина. То есть, вы делаете аут, кастом аут, кастом клиренс на выход, и потом оформляете штампики на выход в паспорт. И обычно у вас есть 24 часа, либо, как в штатах, 48 часов для того, чтобы покинуть просто порт. И, собственно, вот так происходит любая процедура оформления. Во многих странах они просят, чтобы по радио с ними связывались и говорили, что вы пришли, но это только страны, которые с жесткой регламентацией захода, которые парятся по поводу безопасности. Это очень немного, типа, штатов. А обычно вы просто заходите и идете себе ногами там куда в 3-9 земель на оформление. То есть, как это оформляется, я вам уже много раз в видео показывал. Ну что, я вам вроде уже рассказал, чем отличаются флаги, как проходит теория оформления лодки при прохождении границ в нормальных, развитых, цивилизованных странах. В странах, которые, я бы сказал, барбарианс, то есть варварские, там все очень серьезно. Там нужно предупреждать кого-то за какое-то количество часов, что я туда иду, я там буду связываться с Костгардом, я захожу вот здесь, прохожу по этой территории. Я в такое вообще и ходить не хочу. Зачем мне это нужно? Это какая-то хрень. Я предпочитаю ходить по нормальным, развитым, цивилизованным странам, в которых есть уважение к яхтсменам, уважение к людям, которые пришли. Страны, которые хотят видеть на своей территории людей, которые их кормят туризмом. И именно в эти страны я предпочитаю ходить своей лодкой, потому что я люблю яхтинг без... И мне вот это вот последнее слово в этой фразе совершенно не хочется проходить. Большинство арабских стран, к сожалению, также непросты в прохождении. То есть я бы сказал, та же фигня. Поэтому для меня это не приоритетное направление, в которое я хотел бы ходить. Итак, друзья, вот, собственно, еще один очередной выпуск подошел к концу. Подписывайтесь, проверьте колокольчик. Новое видео пришло новое. Все ли вы посмотрели? Ставьте лайки, пишите комменты. И до встречи в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!